Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шарочной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим пример классического окружения на основе дебюта городская партия. Рассмотрим партию двух мастеров Злобинского и Абдулаева. CD4, DC5, BC3, FG5, CB4, GH4, бой, бой на C5. Это дебют городская партия. Как здесь могут развиваться события дальше? Допустим, АВ2, CD6, BC3, GF6, GF4, грозим выиграть шашку. Когда черная играет до Е7, закрывает дырку на Е7. И белым лучше всего разменяться таким образом. Черные меняются, BC5, ну и вроде бы преимущество у черных. Потому что они сейчас занимают центр. То есть, G6, Fe5. Видите? У черных центр. И должно быть получше. На самом деле, в этой позиции проходит окружение. Значит, в партии Злобинский-Абдулаев был сделан ход GF2. Вообще, раньше играли CB4. И ставили ловушку. Если черные сыграют BC7, напрашивающийся ход, тогда играем CB2. И у черных плохая позиция. Допустим, проигрывает напрашивающийся ход HG7. Белые меняются, HG3 и спасения у черных нет. Допустим, CB6, BC3. Ну и здесь есть два хода. После BA5 играем DE3. Допустим, GF6, GH2. Черным пора жертвовать шашку. Ну, здесь белые легко выигрывают. Меняемся назад. Можно было и вперед разменяться. После FG5 играем HG3. Грозим напасть. Приходится уходить на бортик. Тогда же F4. Ну и после единственного хода FG7. Меняемся. Ну, легко выигрываем. Шашка D6 идет в дамки. Затем проводим удар в трамплин. И легко выигрываем. Так, если в этой позиции вместо хода BA5 черные бы сыграли CD4, тогда играем GF2. Точный ход. Ну и здесь у черных три ответа. На ED4 проводим несложный удар. CC5, CC3. И выигрываем. Если черные играют BC5, тогда уходим на бортик. Ну, после хода GF6 играем CB2. У черных два хода. ED4 или CD4. Ну, все ведет примерно к одному и тому же. Но ход CD4 выигрываем красиво. Играем DC3. У черных единственный ход. DC5. И здесь проводим красивый хвостатый удар. Видите? Черные бьют. Сквозной удар. Черные бьют три через дамки. И мы бьем три единицы. И на ход CD4 еще небольшой удар пяткой. Ставим дамку. И когда черные отходят, наносим удар пяткой. Симпатичный вариант. Ну, на ход ED4 здесь то же самое. Нападаем. Если черные закрываются, все сводится к рассмотренному варианту. На ход D5 также наносим сквозной удар. Отдаем три шашки. Пропускаем черных дамки. Эту дамку тут же ловим. Ну, и легко выигрываем. Пора сдаваться черным. Смотрели вот такую ловушку. Поэтому в этой позиции ход HG7 проигрывает. Правильно было играть CB6. Когда играем DE3. Надо напасть. Закрываемся. Здесь на самом деле связка в пользу белых. Но черные еще могут достичь ничьей. Допустим, HG7. EF2. Грозит удар. Надо закрываться. HG3. Здесь черным пора жертвовать шашку и играть FG7. У белых лишняя шашка. Ну, вот видите, вот эта связка невыгодна. Плюс еще вот эта связка невыгодна. То есть, за счет связок черные здесь могут достичь ничьей. Например, CD4 побили-побили. Черный играет GH6. Ну, и белым лучше всего попасться на комбинацию. Черные отдают две шашки и забирают четыре. Ну, белые идут дамки. Черным надо отбросить шашку белых. Ну, и партия заканчивается ничьей. Так, рассмотрели ход. Так. Рассмотрели ход BC7. То есть, еще раз. Вот в этой позиции белая игра CB4. И ход BC7, он все-таки слабенький. Потом было найдено усиление в теории. В этой позиции черным надо срочно вываливаться. Еф4. Здесь преимущество уже у черных. Но белые точно игрой достигают ничьей. Играем Еф2. Горзим выиграть шашку. Черные играют АЖ7. Сейчас шашку выигрывать бесполезно. Потому что ее черные тут же отыграют. И у нас будет позиция хуже. Поэтому ждем. CB2, GF6, BC3. Здесь уже черным лучше всего пожертвовать шашку и напасть. Это самый сложный вариант для достижения ничьей белыми. Но здесь все-таки точной игрой белые могут достичь ничьей. Отдаем шашку обратно. И играем ФЕ3. Черные меняются. Ставят разведчика на поле АЖ4. Здесь играем ДЕ3. И на ход Еф6 делаем точный ход GH2. На ход ФЕ5 меняемся. Здесь у черных лучше. Но после размена мы жертвуем шашку. И играем CD4. То есть идея какая? Сразу в дамки идти плохо. Надо вначале разменять вот эту шашку. А здесь уже ничья очевидна. Если черные ставят дамку, тогда мы успеваем занять большую дорогу ничья. Если же черные ставят дамку на Е1, тогда проводим обе шашки в дамке. Также достигаем ничьей. Это был сильнейший план игры за черных. После хода CB4. Но в дальнейшем было найдено уже усиление за белых. Вместо хода CB4 можно сыграть GF2. Теперь у черных снова два хода. BC7 и АЖ7. Вначале давайте рассмотрим ход BC7. Именно так и было в партии Лобинский-Абдулаев. Теперь играем. CB4, CB6, DE3, B5, CD2. Разменялись. У черных в этой позиции есть 4 хода. Но только один из них лучше. ЕF4. Остальное плохо. Давайте посмотрим, почему остальные ходы плохие. На ход ЕD4 играем ЕF4. И вот здесь на естественный ход ЕF6 следует комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти. Играем АЖ7. Затем ФЖ5. Затем ФЖ3. Бьем три шашки. Ну и затем отъедаем шашку в С5. Здесь начинаем снова нападать. Это позиция выигранная. Постепенно белые побеждают. В этой позиции была сумасшедшая компьютерная ничья после хода АЖ7. На первый взгляд кажется, что это положение абсолютно проигранное. Белые просто меняются ФЖ3. На ход же Ф6 выигрывают шашку. Идут дамки. Так и так тоже проигрывают. Но здесь есть компьютерная ничья после ЕF6. В чем идея? Белым надо выигрывать шашку. Когда черные меняются. ЦД4. И как ни странно, этот эндшпиль ничейный. Понятно, что здесь у белых большое преимущество. Но выигрыша нет как такового. И тем не менее, конечно, этот вариант очень слабый за черных. Поэтому ЕД4 это ход слабый. Какие еще ходы были? Так. На ход АЖ7 белые выигрывали. АЖ3. Ну, допустим, ЖФ6. Играем Б5. У черных есть два варианта. ФЖ5 и ЕД4. Если они играют ЕД4, тогда играем ЕД2. Снова два варианта. Если черные играют ФЖ5 и ДЕ5. Жертвуют три шашки. Пытаются прорваться в дамки. Но здесь проще всего выиграть. Поймав дамку черных. Играем ЕФ4. Побили. Жертвуем шашку. И ловим дамку. Шашка остается лишней. Мы здесь легко выигрываем. Второй возможный вариант в этой позиции. В местах ФЖ5. Вот этой тройной жертвы. Пожертвовать одну шашку. И сыграть ЕФ5. Здесь белые тоже побеждают. Играем ЕФ4. И на ЕД4. Отдаем шашку обратно. И играем ЖФ4. На ход ФЕ5. ХЖ5. Ну и пора сдаваться. Потому что жертва здесь не спасает. На ход ЕФ6. Отдаем одну. Забираем три. Выигрыш. Так. Если в этой позиции черные сразу же жертвовали шашку. Вместо хода ЕД4. И играли ФЖ7. Вот здесь тоже можете поставить видео на паузу. И попытаться найти очень красивый прием. Он часто встречается, когда одна из сторон связывает правый фланг соперника. Видите, вот эта связка. Белые красиво жертвуют шашку. И играют АБ4. С неизбежной идеей подрыва пункта Д6. Затем проходят дамки и легко выигрывает. Ну, на ЕФ6 просто ФЖ5. И черным надо сдаваться. Вот такие пироги. Так. Как еще могли сыграть черные в этой позиции? Ну, если ЕФ6. Тогда выигрывает Б5. То есть этого хода нет. На АЖ7 просто АЖ3. Ну, и на так. Отдали одну. Забрали три. Ну, если так. Идем в дамки. Выигрываем. Все. Пора сдаваться. Поэтому здесь единственный приемлемый ход. Это размен. ЕФ4. Ну, черные все еще могут думать, что у них лучше. На самом деле позиция равная. ФЕ3. ФЕ5. АЖ3. Черные нападают. И белым лучше отойти. ЕФ4. Вот в этой позиции, конечно, лучше всего сыграть ЕФ6. Здесь возникает интересный эндшпиль. На самом деле, кажется, что у черных преимущество за счет центра. Ну, позиция абсолютно равная. Смотрите. ЖА4. ФЕ5. ФЖ5. ДЕ3. И здесь делаем ход БА5. И возникает позиция из партии Злобинский Неймарк. Партия в дальнейшем закончилась в ничью. Но здесь у белых была ловушка. Значит, есть два хода. Два плана игры. Сыграть ЕД4. И сыграть СД4. После СД4 у белых есть красивая ловушка. АБ6. После хода ЕФ4 и ФЖ3 у черных была ничья. А вот напрашивающийся ход ДЦ3 уже проигрывает. БА7. СД2. Ставим дамку. Черные тоже вроде бы ставят дамку. Вроде... Ну, кажется, абсолютно равный эндшпиль. То есть, бесполезно ловить... Бесполезно выигрывать шашку, так как дамка ловится. Здесь белые проводят комбинацию. АБ4. ЕД2. И дамка черных неминуемо гибнет. ЖФ6. Ну, на ход ЖФ6 ждем. На ФЕ7 пойдем в дамки. Поэтому приходится играть ФЕ5. Тогда нападаем. Приходится откодить. Еще раз нападаем. Приходится играть АБ4. Здесь можно побить в любую сторону. Мне кажется, проще побить на Ж5. После БЦ3 играем дамкой на С1. Не даем черным пройти в дамки. Ну, и на ход АЖ7 играем АЖ5. Разменялись. Все. Проводим вторую дамку. Легкий выигрыш. Второй возможный вариант в этой позиции. Вместо СД4 сыграть ЕД4. Вот здесь возникает примерно равный эндшпиль. Но здесь надо играть обеим сторонам точно. Хочу привести наиболее сильнейший вариант из обе стороны. ЖФ6. ДЦ3. ФЕ7. ЕД2. Обе стороны проводят свои шашки в дамки. Белые нападают. Приходится закрываться. И белые делают выжидательный ход. АЖ5. Черным лучше всего сыграть ДЦ5. То есть белая дамка должна либо покинуть большую дорогу. Тогда черные проводят шашку в дамки. Либо играть ЕВ2. Последний выжидательный ход. Когда черные нападают. Приходится отходить. И черные уходят дамку на Ж1. Стоит уже ловушка. СБ4. И черные победят. Поэтому белым приходится размениваться. Ну и здесь партия заканчивается ничьей. Например. Нападаем. Загоняем белых на бортик. Ну и здесь как бы черные не играли. Белые успевают разменять шашку H8. Ну и партия заканчивается ничьей. Абсолютно равная позиция. Так. Правильно конечно в этой позиции выяснили играть ЕВ6. А вот ход АЖ7. Как было в партии Злобинский. Абдулаев уже похуже. Белые играют ЕВ2. Теперь на ход ЖФ6 проходит окружение. ЖХ4. ФЕ5. ФЖ5. Черные еще борются за ничью. ДЦ3. СБ4. За счет центра они здесь достигают ничей. Белые играют ФЕ3 и ставят ловушку. Ну есть ничья после хода ЕВ4. Также была ничья после хода БА3. То есть тут уже тактика. Белые обязаны играть ДЦ3. И тогда черные отдают шашку. И видите в эту сторону не побить. Потому что будет ничейный удар. Поэтому приходится бить на Е5. Тогда играем АБ2. Ну и здесь как бы белые не играли ничья. Все белые нападают. Тогда черные. Разменивают дамку белых. Ну и приходится отдавать две шашки. Это ничья. Если же белые в этой позиции закрываются. Так. Прошу прощения. Если же в этой позиции белые меняются. ЖФ6. Тогда черные ставят дамку. На А1 или С1. Без разницы. Белые играют ЕД4. Ну и черные ждут. Ну и на ход ДЦ5. Разменивают одну из шашек. И ничья у черных за счет обладания большой дорогой. Вот такая была ничья. Но в партии черные ошиблись. Они сыграли ЕД6. На самом деле этот безобидный с виду ход уже проигрывает. Белые меняются. Назад. И вот здесь. В журнале шашки. За 1969 год. Номер 2. Указан вариант, что якобы БА3. Давал ничью. На самом деле здесь белые очень красиво побеждали. Мне удалось выиграть. Найти выигрыш с помощью компьютерной программы Тоша. Играем ДЦ3. Не даем пройти в дамке. Черная игра ДЕ5. Здесь белые неожиданно отдают обратно шашку. И выясняется, что эта позиция выиграна. ФЕ3. ЖФ6. ЕД4. ФЕ7. ДЦ5. То есть видите у белых хорошее сочетание. Шашек С5 и А6. Знатоки знают. Извините за тавтологию. Что здесь. В шашках такое сочетание очень сильное. Ну на ход ФЕ5. Идем в дамки. Затем. Резкий ход СБ6. Не дает победы. Постановка дамки на Ф8. Это ничья. Именно СБ6. И здесь белые красиво побеждают. На сильнейший ход ФЕ3 ставим дамку. Приходится отходить. И нападаем. Приходится жертвовать шашку. Ну и тут два варианта. На ход АБ2 просто нападаем. И черные не могут ставить дамку по большой дороге. Здесь белые сохраняют 3 единицы. Проводят все 3 шашки в дамке. Выигрывают с помощью треугольника Петрова. А на ход ФЕ5 белые играют ЕД2. Неожиданно тоже. Видите. Этого хода нет. Но на остальные ходы приходится сдаваться. Потому что грозит ДЦП. Вот такой красивый выигрыш нашла Тоша. В партии Злобинский Абдулаев был сделан ход ДЕ5. Ну и здесь белые быстро победили. Тоже можете поставить видео на паузу. И попытаться найти симпатичный выигрыш за белых. Он не сложный. Но симпатичный. У белых лишняя шашка. Поэтому возвращаем ее. А позиция 2 на 2 в пользу белых. Белые красиво побеждают. Давайте еще рассмотрим один интересный ход. Вот в этой позиции. Давайте сначала посмотрим все-таки партию. СД4 ДЦ5 БЦ3 ФГ5. Напали, разменялись. Вот она городская партия с собственной персоной. Меняемся на Ж5. Затем на Д4. Черные занимают центр. Вот в этой позиции после хода ЖФ2 у черных еще был, кроме хода БЦ7, как было в партии, от АЖ7. Здесь у белых также очень хорошие варианты. Ну давайте рассмотрим их. СБ4. У черных есть два хода. ЖФ6 плохо играть. Так, отмечу красным. И правильно играть БЦ7. Почему играть ЖФ6 плохо? Тогда играем СБ2. Ну допустим, БЦ7. БЦ3. Ну, СД4 слабо играть. После размены играем АЖ3. И у белых большое преимущество. Мы этот вариант рассмотрим чуть позже. А если СБ6, тогда меняемся ФЖ3. Ну, БА5 уже проигрывает. Поэтому приходится играть СД4. Тогда БА5. Бой-бой. Выдавливаем черный центр. СД4. Единственный ход. То есть видите, на АБ6 последует ДЦ5 и СБ4. С идеей. Тычка на С3. Поэтому надо закрываться. Ну и на ход ДЦ5 мы выигрываем шашку. Здесь у белых приятный Эншпиль. Шансы на выигрыш. Ну, позиция ничейная, конечно, но приятная за белых. Такие Эншпили играть хочется. Поэтому ход ЖФ6 слабый. Правильно, конечно, в этой позиции было играть БЦ7. И вот здесь есть сумасшедший ход. АЖ3. Ну, мне бы, честно говоря, даже никогда в голову не пришел бы такой ход. В чем идея? Снова у черных есть три хода. ЕД4, ЖФ6 и СБ6. Давайте рассмотрим их все. После ЕД4 белая игра СБ2 и у черных плохо. Допустим, ЖФ6, ДЦ3, ФЕ5, ЕД2. Тут есть два варианта. После ЕФ6 белый играет БА5. Ну и черным, видите, просто некуда прилично пойти. То есть, если меняться, белые просто нападают СБ4 и черные должны сдаться. Ну, если ФЕ7, то как можно сыграть? Так. Ну, можно сыграть, допустим, ДЕ3 с выигрышем. Да, вполне можно. Так. Если в этой позиции черные бы разменялись, тогда бьем на Е5 шашкой Ж3 и проводим удар. Так, 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 так. Ну и у черных, видите, шашки Б8 нет, поэтому такого удара нет. Черным приходится сдаться. Белые постепенно побеждают. Так, рассмотрели. Ход ЕД4, он слаб. Также плохо играть в этой позиции ЖФ6. Тогда играем ДЦ3. Ну и у черных есть два хода. СД4 проигрывает из-за хода ЦБ2. То есть, видите, на ход ЦБ6 мы грозим провести удар. Отдать одну, забрать три. Так, играть слабо. А на ход ФГ5 и ЦБ6 также играем БЦ5 и после всех разменов остаемся с лишней шашкой. Если в этой позиции черная игра ЦБ6, тогда играем ЦД2. Тоже такой симпатичный ход. Даже в голову бы не пришел, да. Ну и на ход БА5 играем ДЕ3. Здесь уже после ФГ5 и ФГ7 черные все-таки могут достигнуть ничьей. Например, белые жертвуют обратно шашку, меняются. И после хода ФЕ5 здесь белые и черные делают первые напрашивающиеся ходы. Ну и после хода ЦД4 здесь, ну везде ничья на любой ход. На так играем так и так. На так можно сыграть ДЕ3 ничья. Да. Ну, черным проще всего провести удар и форсировать ничью. Так, ну и последний ход. Так, в этой позиции это ход ЦБ6. Тогда играем ДЕ3. Тоже нестандартный ход. То есть, в чем идея? Нападать плохо. Здесь все сводится к рассмотренным выше вариантам после хода БЦ7. Помните? А если черные играют ЕД4, тогда играем ЦД2. Снова нападать плохо. Но так уже последует ход ДЕ4. Видите? Ну и на любой ход черных белые проводят удар. Легко выигрывают. Поэтому, здесь черная игра от ЖФ6 и белая снова игра от ЖФ4. Ну и здесь белые симпатично выигрывают. На ход БА5 следует ход ФЕ5. Ну и куда бы черные не побили, они проигрывают. Если так, то бьем так. Так, так, так. Ну и идем в дамки с выигрышем. Если черные бьют в эту сторону, тогда бьем сюда. Ну и этот вариант мы уже видели. Ну и наконец, если в этой позиции черные нападают, ФЕ5, вместо хода БА5, тогда красиво жертвуем шашку. Делаем тихий ход. И у черных ЦУК ЦВАНГ. Видите, очередь хода невыгодна. Черным остается только сдаться. Друзья, я проделал большую аналитическую работу. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!